Приветствую друзья. Компания Шенлин, как известно, постоянно держит нос по ветру и одну из первых, если не самой первой, представила нам мобильный ЦАП на вот только вышедшем ультра-современном чипе ESS ES9069Q. Напомню, что на ES9068 выпускались стационарные решения предфлагманского и даже флагманского уровня. Так вот, несмотря на то, что этого уже было много, производитель дополнительно вложился в полностью балансную схему на двух фирменных усилителях Ricor RT6863, снабдил аппарат небольшим OLED-дисплеем, поместил все это в металлический корпус и оснастил сразу балансным и классическим уже выходом на 3,5 мм. Причем на балансе мощность достигает целых 227 мВт, а на 3,5 мм – 137 мВт на 32 Ома нагрузки. То есть Шенлинг нам в очередной раз дала самые новые технологии с буквально царским набором разных полезных функций. Да, сегодня мы будем говорить о новеньком ЦАПе Шанлинг ЮА4. Собственно, поехали! В качестве упаковки у нас обычный картон с изображением героя обзора, логотипом пройденной Hi-Res аудио сертификации и перечнем уже упомянутых мной технических характеристик. Добавить тут можно лишь то, что кроме современного ЮАК 2.0 поддерживается и универсальный ЮАК 1.0, позволяющий подключать девайс к совсем уж старым комбайнам и современным игровым приставкам. Причем переключение здесь происходит автоматически. Ну и по форматам, как всегда, расклад максимально богатый. 32 бита, 768 кГц для PCM, DSD 512 и МКИ декодирование вплоть до уровня 16Х. В комплект нам положили набор макулатуры, две наклейки Hi-Res, переходник с Type-C на обычный разъем USB и знакомый уже всем коричневый Type-C кабель. Есть, конечно, у данной компании кабели и получше, но и этот весьма неплох. Сами увидите по замерам. Корпус у ЦАПа довольно-таки компактный, металлический с небольшим 0,87 дюйма экраном и тремя управляющими клавишами, которые работают, как обычные мультимедийные, а также используются для навигации по встроенному меню. Из интересного, громко здесь может регулироваться как системная, так и своя внутренняя. Одновременное нажатие этих двух кнопок сбрасывает девайс на заводские установки, а средняя помимо функции паузы позволяет еще и попасть в это самое меню настроек. Где можно выбрать уровень усиления, низкий или высокий один из девяти цифровых фильтров, определить назначение кнопок громкости, отрегулировать баланс, выбрать шрифт, ориентацию и яркость дисплея, а также время срабатывания скринсейвера и автоматического отключения девайса. Кроме того, двойным щелчком по средней кнопке экран можно потушить, если он вам в текущий момент не нужен. То есть вы поняли, по своим возможностям UA4 буквально уже в затылок дышит флагманскому UA5. По торцам же расположились привычный всем Type-C порт и два выхода. Балансный пентакон 4.4 мм и обычный джек на 3.5 мм. Type-C здесь выведен заподлицо, поэтому присутствует легкий люфт штекера в разъеме. При работе аппарат вообще не нагревается, никакого шума в паузах не издает, ну и гарнитура как обычно не поддерживается. Для этого тут есть свои кнопки. Ну и кроме как из системного меню до всех описанных мною настроек можно добраться и из приложения Edit Player. Никаких дополнительных возможностей оно, к сожалению, не дает, так что профит исключительно в удобстве. Потребляет же девайс просто фантастически мало. На 5 вольт приходится всего 0,0082 ампера, что как для его мощности и железа, вообще огонь. Кроме того, на официальном сайте уже есть обновление прошивки, внутри которой находятся самые свежие драйверы для этого устройства. ASIO интерфейс естественно поддерживается, как и все эксклюзивные режимы в SAP. Под Android iOS работает где угодно и с чем угодно, в том числе через специализированный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Измерения проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с балансного и обычного выходов на ЦП Иван Данн Космос. Причем разница в циферках между ними не сказать, что велика. Лишь взаимопроникновение канала в силу своей природы на балансном выходе заметно ниже, чем на 3,5 мм. В остальном здесь прекрасная в плане линейности АЧХ, отличный динамический диапазон, уровень шума на минус 156 дБ, а гармонические искажения в обоих случаях достигают минус 117 дБ, что в процентах составляет ровно 0,020%. Интермоделяционные же искажения на балансном выходе составляют минус 123 дБ, а на 3,5 мм минус 121 дБ. То есть с технической точки зрения аппарат конечно рекордов не бьет. Тот же ЮА3 или ЮА1 плюс имели еще более низкие значения. Однако и то, что мы здесь имеем, можно назвать вершиной современной инженерной мысли. По звучанию же это практически услада для моих ушей. Звук, который вряд ли можно спутать с решениями от других производителей. Настолько сочно, естественно, мелодично, я бы даже сказал певуче и при этом чисто подробно и просто сверх выразительно мало что играет. Примерно так звучат большие стационарные комбайны флагманского уровня и это, друзья, не может не радовать. За время, пока я пользуюсь героем обзора, мне удалось сравнить его, например, с Acclaim PD4+, который тоже, вне всякого сомнения, хорош, но не настолько глубоко и масштабно раскрывает материал. Туда зачем-то намешали усиленной резкости этих самых элементов студийной нейтральности. Чем, конечно, подняли возможный задел качества, но на фоне ЮА4 звук получился немного игрушечным, не таким магнетичным и, так сказать, живым. Mondrop Down Pro тоже очень эмоциональный ЦАП, но там не особо выражено непосредственно тело инструментов, сильнее идет упор на разрешение, атаки и микродинамику. Тут же ты слышишь инструменты как связанные цельные объекты и уже внутри них различаешь динамику, контрасты, а также всевозможные оттенки и их нюансы. Heidis S9 Pro Plus – это классический уже студийный звук. Скучный и пресный, тут даже сравнивать особо нечего, он по всем пунктам слабее героя нашего сегодняшнего обзора. Как, собственно, и все решения от Muse Hi-Fi. М3 у них имеет кучу искажений, М3-2 зачем-то смещает баланс в светлую сторону, а М4 просто неудачен сам по себе, хотя и невероятно мощный. На солидное взрослое звучание ЮА4 это, друзья, совершенно не похоже. С Shanling к ЮА3 сравнить, к сожалению, могу только по памяти, но по характеру и своей музыкальной составляющей там была примерно такая же картина. Может чуть проще в плане четкости и построения текстур, но это, друзья, не фатально. Как и току Shanling очередной раз получился буквально убийца всего сегмента мобильных ЦАПов. По крайней мере ничего лучше в данном форм-факторе я еще, не встречал. Баланс частот здесь тоже прекрасно выдержан. Ничего нигде не доминирует. Музыкальное повествование происходит последовательно и связано. У тембров чувствуется глубина и объем. А сам звук имеет легкое такое аналоговое смягчение, хороший напор и немного подчеркнутую эмоциональность. С ним действительно хочется смеяться и плакать. В зависимости от того, что именно было заложено в материал. Оттого и по стилистике тут никаких ограничений нет. Аппарат прекрасно рисует оркестр с его сценой, воздухом и точностью позиционирования. Все акустические инструменты воспринимаются словно живые, а всевозможная электроника настолько сочна и технична, что задумав послушать лишь пару треков, можно залипнуть на весь вечер с полной дискографией любимого исполнителя. Из наушников тоже выбирайте что угодно. Мощности ЦАПа хватит не только для популярных сегодня планарных внутриканалок, но и для довольно тугих полноразмерных решений. А учитывая реально взрослый и серьезный характер его звучания, модель не просто способна раскрыть потенциал указанных наушников, но и, что называется, грамотно приготовить их звучание. Бас здесь быстрый, техничный, с очень неплохой глубиной. Серединка насыщенная, выразительная и просто невероятно вкусная. А верха скорее грамотно дополняют картину, особо не выпячиваясь и не напрягая наш слух излишней яркостью, бритвенной резкостью или поднятием всевозможных огрехов звукозаписи. Атмосфера тут, на мой взгляд, скорее приближена к винилу. Подсвеченная и невероятно пеучая серединка, подчеркнутая быстрым и довольно таки резвым басом и лишь слегка искристые перкуссионные элементы. В общем, все здесь есть и всего хватает, а суммарно звучит так, чтобы кольно забываешь о присутствии наушников. Настолько все реалистично, напористо и эффектно. Имея такой ЦАП ничего больше в коллекцию, честно говоря, и не нужно. Очень крутой девайс, который однозначно стоит каждой потраченной на него копейки. Итогом мобильный ЦАП Шанлинк ЮА4 лично я порадовал не только установленным в него самым актуальным на сегодня чипом конвертера от ESS, но и солидной такой выходной мощностью, хорошо читаемым и удобным по управлению экраном, низким энергопотреблением и естественно высочайшим уровнем его технической реализации. По подаче же он порадует вас насыщенным, объемным и одновременно техничным звучанием, с хорошо читающимися образами, достаточно взрослой, жирной подачей, как у серьезных стационарных девайсов, прекрасным вовлечением в материал, просто безупречным разделением инструментов и очень подробной проработкой даже наилегчайших оттенков звукоизвлечения. Да, Шанлинк как и всегда играет скорее в макро, но делает это настолько естественно и интересно, что все конкуренты мгновенно оказываются не удел. Просто превосходное решение, одно из лучших, что я только слушал в данном форм-факторе. Я реально, друзья, просто очарован. Чистейший кайф. А на этом, друзья, у меня все. Это был мобильный ЦАП Шанлинк ЮА4. Обязательно, как вы помните, надо подписаться на группы ВКонтакте и Телеграмме. А так, всем добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!